Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск новостей Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В этом году произошли небольшие изменения, касающиеся всех параметров оценки. Смоленская АЭС успешно прошла предварительную партнерскую проверку качества развертывания ПСР. Плановая противоаварийная тренировка с использованием мобильной техники. На реакторе и вообще на атомной станции я первый раз. Впечатления, конечно, нереальные. Экскурсия на Смоленскую АЭС в рамках проекта госкорпорации «Росатом». День учителя на объектах атомной отрасли. Мы посмотрели, услышали, что действительно есть огромное количество интересных, хороших и исполнителей, и певцов, и музыкантов. Проект «10 атомных песен в Десногорске». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 17 дней июля составила 1 миллиард 235 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 280 миллионов. С начала года выработка составила более 13 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 1 миллиард 223 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 11 июля состоялась предварительная развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы Росатом. Комиссия в составе представителей предприятий разных дивизионов Росатома и экспертов проектного офиса ПСР Госкорпорации Росатом проверила предприятие по пяти направлениям – декомпозиция целей, реализация ПСР-проектов, развитие производственных потоков, обучение персонала и мотивация. В ходе проверки эксперты посетили подразделения атомной станции, побеседовали с руководителями ПСР-проектов, проверили уровень знаний персонала по методологии и инструментарию производственной системы, ознакомились с инструментами мотивации и вовлечения персонала. Мы увидели достаточно высокий уровень подготовки. Станция двигается в расширении, скажем так, подразделений, участков, на которых проходит развертывание производственной системы, но это не может не радовать. Это очень хорошо, потому что мы видим, что больше и больше людей и подразделений вовлечено в систему применения инструментов производственной системы. В итоговом меморандуме, подписанном командой РППК и руководством Смоленск АЭС, отражено более 30 лучших практик развития ПСР на предприятии, а также отмечены области для улучшения. В качестве передового опыта, который рекомендовано транслировать на другие предприятия, отмечены визуализация производственных задач на информационных центрах всех уровней, наличие специальных стендов решения проблем, автоматизированные базы ПСР-проектов. По мотивации и вовлечению персонала это выпуск в видеороликах о лидерах ППУ, радио и ТВ-выпуски в автобусах, осуществляющих доставку персонала на работу, проведение конкурсов по тематике производственной системы, подготовка и распространение по подразделениям еженедельных информационных справок, информирующих персонал о ключевых событиях и активности подачи предложений по улучшениям. Итоги тестирования сотрудников Смоленск АЭС на знание методологии и инструментария производственной системы показали 87,5%, что свидетельствует о высоком уровне подготовки по существующим программам обучения. В качестве рекомендаций для дальнейшего развития эксперты предложили визуализировать влияние ПСР-проектов на бизнес-цели ПСР-предприятия, а также использовать отраслевую базу знаний по ПСР-проектам для обмена лучшими практиками с коллегами других предприятий. Итоговая развивающая партнерская проверка пройдет на Смоленск АЭС в начале 2018 года. Перед коллективом атомной станции стоит задача качественной подготовки по всем направлениям с учетом полученных от экспертов рекомендаций. По итогам развивающей партнерской проверки на управляющем совете госкорпорации Росатом будет принято решение о присвоении ПСР-предприятию статуса лидера. На Смоленск АЭС 14 июля прошла плановая противоаварийная тренировка с использованием мобильной техники. В ходе учений были задействованы передвижная насосная станция и дизель-генераторные установки, мотопомпы, промежуточные резервуары для воды. Эти технические средства поставлены на Смоленску АЭС в рамках выполнения постфокусимских мероприятий для повышения устойчивости энергоблоков атомной станции к воздействию природных и техногенных факторов. Противоаварийные тренировки крайне важны для обеспечения безопасной эксплуатации атомной станции. Они позволяют отработать практические навыки персонала по разворачиванию мобильной техники и ее запуску в работу. Кроме того, в ходе тренировок выявляются те подготовительные операции, которые необходимо усовершенствовать, чтобы обеспечить минимальные сроки готовности технических средств и максимально быстро заполнить водой резервные баки для последующей ее подачи на энергоблоки. Тренировка с использованием уникального в своем роде комплекса подачи воды из неопорожняевого источника, собственно, в реактор блоков Смоленской атомной станции. Комплекс включает в себя плавающую насосную станцию, промежуточные резервуары, это баки с водой, мото-помпы, которые подают воду в реактор. Все это сегодня было опробовано комплексно. Участники тренировки уложились в нормативное время на развертывание и включение в работу передвижной мобильной техники. Это хороший показатель, учитывая, что подобная тренировка, когда был использован противоаварийный комплекс в полном объеме, проводилась впервые. Персонал продемонстрировал четкие и слаженные действия, необходимые для восстановления функций бесперебойной подачи воды из резервного источника для охлаждения активной зоны реактора, обеспечения теплоотвода. По словам руководителя противоаварийной тренировки, первого заместителя главного инженера по эксплуатации Вадима Скирды, поставленные задачи достигнуты. Подобные тренировки с разворачиванием противоаварийной мобильной техники крайне важны для отработки навыков практически. Только они позволяют отработать практические навыки персонала по разворачиванию этой техники, по запуску ее. В ходе их видны те вопросы, которым нужно наделить особое внимание. Результаты прошедшей тренировки были детально проанализированы на итоговом совещании. По ним разработаны корректирующие мероприятия, чтобы весь процесс развертывания и использования противоаварийной техники довести до идеального состояния. При поддержке Смоленского информационного центра по атомной энергии в рамках отраслевого информационно-образовательного проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» была организована знакомительная экскурсия для педагогов и студентов Смоленского государственного университета. Цель отраслевого проекта – познакомить педагогов и студентов с работой главного энергетического объекта региона, чтобы они лично убедились в ее безопасности, пополнили запас своих знаний об атомной энергетике и смогли передать их подрастающему поколению. На реакторе и вообще на атомной станции я первый раз. Впечатления, конечно, нереальные – это побывать на такой махине. Мы приехали на атомную станцию в первый раз. Нам здесь очень понравились. Мы оценили масштабы вот этого производства. Были очень приятно удивлены, восхищены. Побыв здесь, мы увидели и убедились в том, что здесь все на должном уровне, хорошая экологическая обстановка. Для того, чтобы вам самим убедиться в этом, нужно побыть здесь, ощутить все это и убедиться для себя. С основным производственным циклом атомной станции экскурсанты ознакомились в реакторном, машинном залах и на главных циркуляционных насосах. Специалисты-атомщики рассказали им о технологических процессах выработки электрической энергии, системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным для окружающей среды и населения. Более полное представление о том, как работает атомная станция, педагоги и студенты получили на полномасштабном тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении. В завершении экскурсии педагоги и студенты единогласно выразили мнение, что будущее области за атомной энергетикой, которая безопасна для населения и окружающей среды, эффективно вносит большой вклад в социальное и экономическое развитие региона. Госкорпорации «Русатом» в этом году исполняется 10 лет. Именно этому юбилею посвящен творческий проект «Десять песен Русатома». Три дня съемочная группа из Москвы гостила в Десногорске. Подробнее о проекте смотрите далее. Идея предложена актером и композитором Тимуром Ведерниковым. Он же стал продюсером этой компании. Песни были выбраны после опроса во всех городах участников проекта. Именно этой десятке были отданы предпочтения. Творческие коллективы выбирались на конкурсной основе. И вот теперь передвижная звукозаписывающая студия переезжает из города в город и записывает калейдоскоп из песен и исполнителей. Проект заключается в том, что есть много интересных, хороших музыкантов, певцов, инструменталистов и так далее. И им для того, чтобы записать какую-нибудь песню, нужно прийти в студию. А есть идея наоборот. Когда студия, вот она такая небольшая переносная студия, приезжает к музыкантам в разных уголках нашей страны. И мы их записываем. То есть каждый играет какой-то кусочек. И потом из этих кусочков создается такая мозаика песни. И вот мы сейчас ездим по городам Росатома и делаем такой проект «10 песен Росатома», где в каждой песне будут принимать участие коллективы, исполнители, музыканты, инструменталисты из 17 городов присутствия Росатома. Задача просто сделать мир немножечко веселее, красивее и музыкальнее с помощью этих песен. Потому что, еще раз повторяю, все музыканты, которые там принимают участие, они абсолютно искренние, кто-то профессиональные, кто-то не очень. Но он вкладывает частичку своей души, своего сердца. Поэтому эти песни, они получаются такими, как бы в них очень много-много разных-разных эмоций всех этих людей. И, собственно, задача показать там с помощью интернета, с помощью просмотра в интернете, что Росатом в данный момент, как бы, да, раз мы работаем вместе, это прежде всего люди. Со своими радостями, проблемами, как угодно. Но это прежде всего люди. После завершения проекта «Музыкальный калейдоскоп. 10 атомных песен» на просторах интернета будет знакомить мир с талантами жителей атомных городов России. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова